Пока мама занимается домашними делами, а старший брат с сестрой на учёбе, маленькая Юля и Настя вместе рисуют. О большой семье Зульфия мечтала всегда. Сначала родилась дочь Венера. Через три года главный мужчина семьи – сын Ильдар. И вот две девочки. Одной пять скоро будет, одной четыре. Как тебя зовут? А? Как, Настя, скажи, как тебя зовут? Настя. А тебя как зовут? Юля. Юля. Скучать Зульфие некогда. Она социальный работник, а также любящая и заботливая мама. В семье царит мир. С младшими дочерями помогают Ильдар и бабушка. Дочь Венера учится в Саранске. Совсем скоро она станет второй мамой для младшеклассников. В выходные спешит домой повидать близких. Они у меня все дружные. У нас, как мы всей семьёй собираемся, кто после учёбы, кто после кого, у мамы в деревне Латышок. И все собираемся в баню. Закрываем, как семейным столом. Все общаемся, все дружно. Все вот дети вместе собираются. Саранская девчонка приезжает на выходные. И мы туда все едем. Как дружно и любят друг друга. Живут Орюковы дружно, хоть и не в роскоши. Трудится в семье одна Зульфия. Уровень дохода на человека меньше прожиточного минимума. Узнав об инициативе президента России Владимира Путина поддержать семьи, с детьми от трёх до семи лет обрадовалась. Пособия для семьи будут хорошим подспорьем. Это очень хорошая помощь для многодетных там семей, для тех, кто нуждается. Спасибо, Владимир Владимирович, что с этого года, смотрю, очень много новых новшеств будет для детей и для семей. Но как я многодетная, конечно, это большой плюс в мою семью. О Орюковых в Кадошкино все знают и уважают. Гордятся дружной семьёй односельчан. Старшие дети занимаются спортом и прилежно учатся, а младшие девочки помогают по дому, растут хозяюшками. Вот такой вот простой рецепт настоящего семейного счастья. Валерия Никитина, Андрей Просвиркин. Народные новости. Кадошкинский район.